Друзья, старец Паисий Цитогорец рассказывал два случая из своей жизни. Первый случай вот какой. Однажды приходит к нему посетитель, видимо, в храм куда-то там, где он беседы проводил с теми, кто к нему приходит. Может, в домике, не знаю. И смотрит, а там сигареты у входа лежат. Он подходит к старцу Паисию и говорит, «Слушай, Геронда, ты что, куришь, что ли?» А отец Паисий говорит, «В смысле, нет, не курю, а с чего ты взял?» «Да вот там у входа сигареты лежат. Так это же не мои. Кто-то забыл, видимо, передо мной. Ты чего?» И второй случай, он рассказывал, что однажды он выходил из своей кельи, и к нему заходил мальчик и говорит, «Мне бы старца Паисию увидеть». И старец Паисий говорит, «Эй, вообще, что тебе увидеть?» Он за сигаретами вышел. И этот маленький мальчик говорит, «А, ну ладно, хорошо, я подожду его здесь». Он нисколько не смутился. Вот смотрите, старец Паисий делал какой вывод, подводящий к одной из таких самых применимых в жизни, что ли, его идей, которую мы сейчас называем «фабрика добрых помыслов». Вывод такой, что от наших помыслов зависит вся наша жизнь, и наше спасение тоже зависит, представляете, очень часто от наших с вами помыслов. От того, мы по-доброму или по-злому мыслим. По-злому – это когда мы увидели сигареты и подумали, что, видимо, этот монах вообще и курит. А по-доброму, если мы услышали про сигареты, и нам что-то даже мы… Ну, может, он кому-то пошел купить. Может, и курит, не можешь справиться. Там, ладно, это нас, если честно, не так интересует, но все равно его любим. Вот так вот. Совершенно два разных помысла, хотя на вид все… Ну, а внешне мы видим одно и то же. Одни и те же сигареты, разные помыслы. И старик Спейси говорил, что один добрый помысл равен по своей духовной силе целому всеночному бдению. Всеночное бдение на фоне – это совсем не наши жалкие, там, в два часа в наших приходских храмах, там, с пяти до семи. Это целая ночь. Ты пьешь кофе и целую ночь потом молишься, там, падаешь на стасидию, но снова встаешь, да дальше молишься. И, в общем, это всеночное бдение. Вот ту благодать, которую ты можешь получить, помолившись на всеночном бдении, ты получаешь после одного доброго помысла. Что это значит? Практически применимо. Вот как это практически применить? Старец Спейси говорил, что мы должны научиться оправдывать каждого человека, когда нам хочется его осудить. Оправдывать. Если у нас нет пока такого чистого сердца, как у мальчика, который даже и не думал не оправдывать, ничего, сигарет, а, ладно, да, давай, подожду его. Нам нужно замечать в себе вот эти плохие помыслы и превращать их в хорошие. Прям насильно брать и превращать. Так это делается. Ну, например, ты видишь, что твой священник как будто бы выходит из магазина красное и белое, и там у него гремят бутылки в пакетах. Твой настоятель, ё-моё, что творить-то? И первый твой помысел, может быть, будет плохой, то, что ничего себе колдырит-то у нас батюшки. А что нужно сделать? А нужно себя остановить и сказать, стопе, ты чего? Что можно придумать? Можно придумать, что, например, он купил хорошего, дорогого вина для совершения литургии, потратил, может быть, свои деньги, и сейчас понесёт их в храм на целый месяц хватит. Или, например, ещё что-нибудь, можно много, мы даже в школе воскресной делали такое упражнение. Какая-то такая ситуация неоднозначная, хочется осудить. И дети по очереди придумывают добрый помысел. Поверьте, этому можно научиться, и этому надо научиться. Придумывать добрый помысел для всего плохого, что ты видишь. Вот так работает фабрика добрых помыслов, и это очень сильно меняет жизнь. Попробуйте внедрить этот совет, не просто послушать интересные байки там, а внедрить это в свою жизнь прямо вот с момента, как вы сейчас смотрите видео. Я хочу ещё кое-что добавить, помочь немножко вам и предостеречь. Первое, то что когда мы оправдываем человека, мы не должны оправдывать в нём грех. То есть одно дело сказать, что, ой, он, наверное, там, ну, может быть, я не знаю, там, ну, куда-то на большое застолье попросили купить родственники неверующие там, вот он несёт там эти бутылки из алкомаркета. А можно подумать, что, походу, бухать идёт. Вот, ну ладно, чё ж, ну выпить бутылочку, ну чё там, бутылочку вторую, ну чё, все уж мы. Ладно. И в данном случае мы оправдаем грех, и это очень плохо. Никогда, если вы знаете, что это грех, не оправдывайте его ни на словах, ни внутри себя. Никогда не оправдывайте грех. Никогда не говорите, что блуд – это хорошо, что пьянство – это хорошо, что объедаться – это хорошо, что осуждать других – это хорошо, что не любить – это хорошо, что убивать – это хорошо. Никогда не оправдывайте грех. Грех нельзя оправдать. Нельзя. И это грешно. Оправдывая грех, мы сами грешим. А нужно оправдывать человека. Вот смотрите, а как оправдывать человека? Вот как его оправдаешь? Ну ладно, там с алкомаркетом, там с сигаретами. Можно много чего напридумывать себе. Отлично. Но если мы видим конкретно, что человек согрешает очень сильно. Представьте себе, сейчас мы перенесемся к другому рассказчику, к Авиа Дорофею. Он был свидетелем одной истории. Представьте себе, что вы видите проститутку. Проститутку молодую, наглую, которая ходит по улицам города. Она доступна, она цепляет к себе каких-то мужчин, может быть даже таких респектабельных. Соблазняет их, изменяет. Грубо говоря, эти мужчины изменяют с ней своим женам. Кто она такая? А вообще можно ли ее оправдать? Если она... Ну как, куда еще дальше? Ты сама тут умираешь в смертном грехе. Ты еще других соблазняешь. За деньги это делаешь. В смысле? Вот Авиа Дорофея приводит такую историю. Он говорит, что однажды он был свидетелем такой трагичной достаточной истории. Что он жил во времена рабовладельческого строя. И тут бамс, приезжает целый корабль с невольниками к городу. И Авиа Дорофея видит такую историю, что две маленьких девочки, две подружки, которые во время вот этого плена и там длительного путешествия на корабле, уже наверное успели подружиться друг с другом. Одну из них, о счастье, забирает к себе одна благочестивая женщина. И воспитывает ее в своей общине, рассказывает про Бога. Она учит милосердию, добру. Они читают священное писание. И эта девушка вырастает прекрасной. Прекрасно вырастает. Удивительной. Ну вот такой вот чистой и непорочной девушкой. Но ее сестру или подругу, я уж не помню, тогда же давно, еще в детстве, покупает совершенно другая женщина. Женщина, которая содержит бордель. И она ее учит совершенно другому. С молодых ногтей она ее учит соблазнять. А эта маленькая девочка видит вокруг себя блуд, грех, мерзость. Ее этому учат взрослые. Она такой вырастает. И она становится той самой блудницей, о которой мы говорили в начале этой истории. Вот Ава Дорофей говорит, бойся осуждать, бойся судить человека. Ты совершенно не знаешь, что вообще с ним. Он говорит, неужели ты думаешь, что Бог будет одинаково судить вот эту девочку, которая воспитывалась в публичном доме, девочку, которая воспитывалась при монастыре. Нет, конечно. Откуда ты знаешь предыдущую жизнь человека? Откуда ты знаешь, как вообще все вокруг привело этого человека к сегодняшнему греху? Как ты можешь его осуждать? Ты можешь пожалеть, но ты не можешь его осуждать. Не суди. Вот такой важный момент. Ну и второй момент, который нам поможет иметь добрые помыслы. Наверное, вы о нем слышали, что мы видим грех человека, но мы не видим его покаяния. И вот еще одна история, связанная со старцем Паисием, что когда при монастыре, где он подвязался, был некий пьяница, который реально всех соблазнял вокруг, который ходил, представляете, монах или послушник, по-моему, послушник, не помню. И он пьяный ходит в монастыре, там где-то на Афоне. Ты чего? Ты чего? И приезжают люди благочестивые, такие христиане в платочках, там они видят вот это бесчиня и думают, вот это да, вот это монастырек веселенький-то какой. Да, все понятно, как живут эти монахи. И когда этот монах умирает, пьяный монах, пьяница умирает, алкоголик, группа людей, которые были, хорошо знали этот монастырь и знали этого человека, они идут к старцу Паисием и говорят, ну слава Богу, наконец вот этот источник, ну они пекутся о церкви, да, вот как так. Наконец-то это источник соблазна, он вот к Богу отошел, вот да, слава Богу. Никого не будет соблазнять этот ужасный монах. И старец Паисием и говорит так, он говорит, вы знаете, вот сегодня он умирал, я видел, как много ангелов прилетели, чтобы взять его душу к себе. И старец Паиси рассказывает этим недоуменным, ошарашенным людям, что оказывается, опять же, но это совместимо с предыдущей историей тоже, оказывается мы, оказывается этот человек, его родители, когда он был совсем маленький, чуть ли не грудной младенец, они брали его с собой, были бедные, брали с собой в поле работать, там было холодно, вот они по своему крестьянскому, как бы, да, уму, они думали, что, ну, чтобы согреть ребенка, чтобы он не заболел, они ему немножко там давали чуть-чуть-чуть-чуть разбавленного там спирта, или водки, уж там какой-то, не знаю, давали водку, и со временем он пристрастился, пристрастился, что и начал пить, ну, он с младенчества начал пить, грубо говоря, да, и когда он пришел в монастырь и захотел спасаться, оказывается он пил, ну, не помню, по-моему, 20 рюмок крепкого алкогольного напитка каждый день, 20 рюмок, и что ему сказали духовники, они сказали, слушай, хорошо, но давай ты будешь бороться, он сказал, конечно, я хочу бороться, а как? Они сказали, давай ты будешь пить, вот сейчас по 19 рюмочек, ладно, а потом чуть-чуть будешь убавлять, и он убавлял, и старец Паисий сказал, что к концу своей жизни, вот к смерти, он достиг, по-моему, трех рюмок в день с 20, представляете, обычно совершенно по-другому происходит, но здесь вот так вот, он начал пить меньше, и мы знаем, кстати, что алкоголики наступают в такая стадия, когда им достаточно, ну, как говорят, там, понюхать уже, окосел, чуть-чуть пьют, немного уже пьют, достаточно спирта, чтобы прийти в такое неадекватное состояние, и этот монах пил мало, но, да, это был плотовой борьбы, но, видимо, по своему состоянию там опьянения, он казался, что он выпил много, и вот это все рассказал старец Паисий, напомнил про ангелов, про то, что этот человек, оказывается, всю жизнь подвязался гораздо больше, чем все эти люди, которые к нему пришли и осуждают этого пьяницу-монаха, вот о чем мы тоже должны помнить, если мы увидели грех, мы не увидели вообще, а борется ли человек с ним или нет, да, на людях ты не видишь, да, на людях он какой-то ужасный, злой, там, я не знаю, просто изверг, деспот, но ты не знаешь, а может быть, тут еще могу историю сказать, ну некогда уже рассказывать, но ты не знаешь, может быть, он работает над собой целыми днями, если бы он не работал больше, чем ты, если бы он к Богу не приближался и Бог ему не дал благодать, то он, может быть, давно бы тебя, может быть, уже там, я не знаю, прибил бы, а он просто про тебя грубо говорит. Может, он себя сдерживает, может быть, вот такой он человек. Ему надо себя исправить, он исправляет, он работает, а ты его осуждаешь. Вот зная все это, давайте будем стараться, возвращаясь к началу, давайте будем стараться в фабрику добрых помыслов, чтобы она днем и ночью работала в нашей голове, в нашем сердце, чтобы мы совершали непрерывно все ночные бдения, как на фоне, а именно, если приходит к нам злой помысел, плохой помысел, черный помысел, про кого-то другого, нам надо этого человека оправдать, заменить черный помысел добрым помыслом, чтобы с конвейера нашей фабрики сошел добрый помысел. Вот так вот давайте думать. Сейчас наше время, когда много всего трудного, и на уровне государства мы знаем, что вообще думать, и тут, и сям, и все друг с другом ссорятся, и мы постоянно видим какие-то грехи и в ограде церковной, и в своей семье мы видим, и в обществе мы видим, и не знаем, как ко всему этому относиться. Давайте будем включать добрые помыслы. Каждый включает добрый помысл относительно другого человека, и тогда есть шанс, что мир воцарится в наших семьях. Давайте об этом будем помнить, молиться друг за друга, и до новых встреч!